Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рекомендуется в этот день в офис заплести косу, и коса должна быть неаккуратной, а специально небрежной. Так как год 2012, это у нас год дракона, ну, пишут, что дракон любит небрежность. А что, вот, специально как-то небрежно косу, да, заплести? Да, ну, существуют разные варианты. Хорошо, с косой понятно, дальше. Далее, рукава пиджака. Обратите внимание... Рвём, чтобы они были небрежные? Нет, рвать ничего не нужно, нужно просто красиво подкатать, это делается просто. Можно подкатать и рукава рубашки. Подкатанные рукава это тренд, и это будет выглядеть стильно и на Новый год, и на какую-то вечеринку. Например, такой рубашки рукава. До какого состояния закатываемся? Нет, в данном случае рукава рубашки можно подкатать так, чтобы она прям налегала на пиджак. Ага, это не мой случай. Да, это точно не ваш случай. Хорошо, порылись, в общем, в этих шкафчиках стола, обнаружили какие-то украшения. Украшения. Я предложил бы начать с мужчины, потому что на мужчинах всё гораздо проще всегда показывать, и у мужчин... Я ваш! Тем более, когда мужчина лысый, ему даже косу не нужно. Да, на мужчинах интереснее всего. Я подопытный кролик на этой программе. Что делать? Да, но если мужчины носят очки... А, давайте лучше вы сюда ко мне перемещайтесь, так будет лучше видно нашим телезрителям, чем вы, собственно, будете тут мальчики заниматься. Окей. Я даже готова занять... Наоборот, вы позицию сагалидата. Так, всё, начнём, да. Веду к Юле и буду смотреть украшения, разглядывать. Да, пожалуйста. Окей, скажите, когда можно. 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 Поскольку мужчины не так часто носят аксессуары, не так много, то ключевые аксессуары у мужчин это очки, галстук, бабочка... И очаровательная улыбка. Шейный платок, платок пиджака и очаровательная улыбка. Давайте попробуем что-нибудь из этого использовать. Давайте, жалко, что у вас шляпа нет. Ну, шляпа мы, к сожалению, сегодня... А что, шляпа это сейчас очень актуально? Да, шляпа это тренд, я думаю, этот тренд сохранится, шляпа это актуально, но относительно новогодней ночи, конечно, решать мужчинам. Давайте для начала попробуем очки. Легко. Естественно, если мужчина может позволить себе выглядеть более креативно, то могут использоваться разные креативные оправы. Ну, в данном случае цвета не очень подходят к вашему образу, но вот... Нет, а можно взять старые очки какие-то, найти, разукрасить их вот в такие яркие цвета? Вполне, почему бы, почему бы и этого не сделать. Если старые разукрасить, главное ярко разукрасить. Дракон любит яркие цвета. То есть не так, чтобы это выглядело старыми очками, а чтобы это выглядело чем-то интересным. Мы оставляем их сейчас на мне? Я думаю, можно не оставлять. Слушай, коль такие желтые яркие очки появились с разноцветными дужками, хочется спросить, есть ли какие-то ограничения по цветам, которые мы должны использовать в одежде в новогоднюю ночь? В новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь. Дракон любит черный цвет, любит черный блестящий цвет, золотистый и красный. Но красный не яркий и дешевый, а красный больше темный и приглушенный бордовый. Ну вот, например, опять же, возвращаясь к мужчинам. Ну, красный. Вот, обратите внимание, у меня ярче, здесь как раз более темнее. Вот, например, вот такая бабочка. Ну, можно приложить такую бабочку. Легко сюда. Я приложу. Вот, либо вариант красной бабочки мужчины, очень нарядно, подходит практически с любыми рубашками. То есть, мужчины, возьмите себе на вооружение, можно использовать яркий галтер. Слушайте, ну, да, с мужчинами разобрались. Давайте к нам уже переходите, уже не терпится порыться вот в этом вот самоцветке. Что касается женщин и девочек. Слушайте, у вас только платков здесь? Я так понимаю, что у мужчин шляпы, у женщин платки? Ну, платки это вспомогательный вариант, это больше офисный, поскольку в некоторых офисах принят дресс-код такой, что можно завязать красиво платок, да? А мужчине можно повязать платок? Это шарф. Мужчине можно повязать шарф, но вообще, нахождение в шарфе в помещении более пяти минут, это дурной тон, поэтому не стоит. Шейный платок, да. Но давайте мы перейдем к женщинам все-таки. Прежде всего, я бы начал с брошей. А давайте мы тоже сюда, на авансцену теперь выходят женщины. Давайте. Прежде всего, я бы начал с брошей. Брошь нужно прикалывать на левую сторону, а не на правую. На левую? На левую. Нужно обратить на это внимание. И считается, чем выше вы прикалываете брошь, тем она выглядит наряднее. То есть цветы тоже все еще актуальны? Флористический принт, он актуальный, но нужно подбирать более драконие цветы, такие японские, китайские, макивы, маки или что-то подобное. Я бы посоветовал так. В данном случае просто пример того, как цветок в виде броши украшает образ. Что с этим делаем? Это пока оставляем. У нас не так, к сожалению, много времени. Мы быстро успеем. Скоро вечеринка начинается. Есть вот такой подобный аксессуар, украшения, бусы, ну много таких вещей сможете купить. Он очень здорово преображает как любое платье, так и любой пиджак с блузкой. Давайте я вам продемонстрирую. То есть в новогоднюю ночь чем больше украшений, тем лучше. Правильно я понимаю? Блестящих элементов. Блестящих элементов? Да, их не должно быть очень много, не должно все кричать. Я бы посоветовал не очень много, а один ключевой, который определяет статус и ваше настроение на эту ночь. Скажите, пожалуйста, вот пока вы работаете с Юлей, и мы потом посмотрим ее окончательный образ, вот есть ли у вас рекомендации какие-то нашим звездам? Кто, по-вашему, совершенно безвкусно из женщин одет? Как специалист, как доктор, скажите, что нужно предпринимать? Ну вот у нас вот есть некие фотографии, как вы оцениваете вот этих девушек? Сложно сказать, эти девушки одевались под конкретную задачу, под клип, под съемки клипа. Это не повседневный образ. Я считаю, что для съемок клипа допустимо все, что не запрещено. И в данном случае сказать что-то плохое я не могу сказать. Я не знаю точной идеи, точного посыла. Ну вот смотрите, да. Это Анастасия Молочкова на отдыхе. Ну какой-то, вам не кажется, ядовитый? Ядовитый он ей не подходит. Я думаю, это заметили не только имидж специалиста, но и все ваши зрители. А покажите еще что-нибудь, пожалуйста. Лолита и Анитоцой. То есть это вот лолита больше соблазнительный стиль, он, конечно, должен делать тело сексапильным, но тут уже немного грань вульгарности была. Передена. Передена. И, конечно, это на усмотрение лолиты остается, она же определяла свое настроение. Скажите, пожалуйста, давайте быстро подводить итоги. Итак, шляпа, тренд сезона, основное яркое, блестящее украшение. Да, либо красивые сережки, animal print, принт животных, он также остается. То есть павлийные сережки мы вставляем. Бордо, цвет как у мужчин, так и отличен. Черный, бордо, черный, блестящий, золотистый, вы здорово... Я нашел, Света. Лучше, опять же, золотистые кольца использовать. Хотя нужно обращать внимание на вашу кожу. Если у вас кожа теплая, с желтым пигментом, да, более загорелая, более слугая... Ну, в общем, основные моменты мы нашим телезрителям перечислили, я думаю, они сделают выводы и уже для себя... И уже для себя определят и найдут много информации для них. Мы благодарим, это был имидж-консультант Роман Белоснежный. А мы движемся дальше. Надеемся, ваши советы ему пригодились, да, мы движемся далее.